Даже вчерашний снегопад, который с переменным успехом продолжался 9,5 часов и предшествовавшие ему дожди, вопреки ожиданиям, не смогли погасить тлеющий торф под Екатеринбургом за околицей деревни Большой Сидельниково. На вчерашнее утро дымная площадь уменьшилась на 1,5 гектара, а накануне на 2. Пожарные под снегом бродили по липкой грязюке, перелопачивая и проливая тлеющий торф. Точно так же, как и накануне. В бедренное воскресенье еще до дождей и снегопада, когда площадь торфяного воспаления достигала 33 гектаров. Сегодня их около 30. В Сесерском районе продолжает действовать режим ЧС со всеми вытекающими последствиями. А то, что из них вытекало, помимо невообразимо длинной магистральной линии, позволило задействовать на тушение тлеющих торфяных полей и мобилизовать невиданные ресурсы. Для тушения тлеющего торфа от ближайшего водоисточника в деревне Большой Сидельниково проложено магистральные линии протяженностью более 6 километров. Это позволяет непрерывно выдавать воду к очагам горения. Принятые меры позволили сократить площадь активного горения на 2 гектара. На данный момент площадь активного горения торфяного пожара составляет 33 гектара. На тушение пожара продолжает работать группировкой сил и средств в количестве 183 человек и 28 единиц техники. К слову, накануне, под мокрым снегом, мобильная бригада методично заливала тлеющий торф и было их 188 штыков, которые задействовали 30 спецавтомобилей. Пожарные с бронспойтами и с лопатами в руках наступали на дымное поле от кромки к центру. Можно не сомневаться в том, что в ходе многодневной битвы старые торфяные поля у деревни Большой Сидельниково превратятся в новое болото, которое не сегодня-завтра замерзнет. А пока уже в субботу 24-го в ходе лабораторных исследований Роспотребнадзора превышение ПДК вредных веществ в воздухе Большого Города не обнаружено. Это значит, прощаю, душливый смог. Здравствуй, слякоти гололедица.